Всем привет, меня зовут Тимур и я жду ваших лайков под этим видео за необычное появление. Как вы думаете, что я сегодня для вас подготовил? Ну, тут особо томить нечего, друзья, это Nintendo Switch. Вы можете спросить, почему я так поздно решил сделать обзор на эту консоль. Все очень просто. Во-первых, для начала я в нее очень долго играл, чтобы проникнуться ей. То есть это будет не обзор, а чисто мои впечатления, которые я должен был получить, сначала в нее поиграв. Ну, а во-вторых, со временем на нее стало чуть больше игр, ну, как минимум вышел Mario Kart Deluxe. Поэтому, в отличие от других обзорщиков, которые сделали обзор на Nintendo Switch, когда она только вышла и они еще ничего о ней не знали, я убил больше месяца на то, чтобы в нее поиграть, норовиться, узнать, что здесь и как. Да и, черт возьми, я уже практически прошел Зельду. Хотя, кого я обманываю? Зельда, по-моему, бесконечная игра. Для тех, кто еще, может быть, не в курсе, что это такое. Ребята, это игровая консоль, которая может быть одновременно и портативной, то есть на ней можно играть вот так, как в PSP. Либо же, если вы пришли домой, у вас есть хороший телевизор, вы можете ее подключить к телевизору. Каким образом? Сейчас давайте посмотрим, что есть в комплекте, и я попытаюсь объяснить, как это работает. Это непосредственно сама консоль, она не в коробке, потому что, как я уже говорю, я уже целый месяц в нее играю, для того, чтобы узнать, что здесь и как, и она состоит из трех частей. Соответственно, геймпады, которые здесь называются Joy-Con, и сама консоль, внутри которой у нас есть все железо, но по большей части это просто экран. Дальше у нас идет коробка, с одной стороны обычный Switch, а с другой стороны мы видим то, что это специальное издание с Mario Kart Deluxe. Непосредственно вот здесь у нас лежала сама игра, вот таким образом. То есть в комплекте у нас шла не только консоль, но еще и Mario Kart. По размеру коробки вы можете понять, да, то, что вот такой размер консоли, но коробка-то большая, значит, там внутри много всего интересного, и это действительно так. Прямо на коробке, без лишних бумажек, инструкция, как и чего подключать. Здесь у нас, собственно говоря, лежала сама консоль. А дальше у нас идут приколюхи, которыми я еще пока не пользовался. Это держалка для Joy-Con'ов, то есть, если вам неудобно их держать в руке вот так порозень, их можно подключить сюда для того, чтобы превратить их в самый настоящий геймпад. Вот таким образом все, у нас теперь вот обычный удобный геймпад. Дальше у нас идет такая интересная штука, о которой мы поговорим чуть попозже. Правда, их должно быть две, и я почему-то не вижу вторую. Макулатура нам не нужна. В комплекте есть HDMI кабель для подключения к телевизору, это не может не радовать, но если мы внимательно посмотрим на саму консоль, мы увидим, что здесь нет разъема HDMI, то есть, провод вставлять некуда, как так. А вот и вторая интересная штука, о которой мы поговорим чуть попозже. Ну, а теперь самая важная вещь, без которой не получится подключиться именно к телевизору, собственно говоря, док-станция, которая превращает нашу портативную консоль в полноценную, для того, чтобы можно было играть на телевизоре. Главная проблема Switch'а, точнее их две, заключается в том, что нету ни игр, ни аксессуаров. После выхода консоли она получила очень много негатива, связанного с тем, что на нее нет увидителей игр, при том, что консоль-то стоит недешево, и по факту мы на нее имеем всего одну игру, это Зельда. И типа этого мало. Но я вам скажу так, ребята, тот, кто покупает Nintendo Switch, он покупает его не из-за количества игр, а скорее из-за их качества. Лично я являюсь ярым фанатом Нинтендо, и я вам так скажу, вот даже если бы здесь была всего одна игра, например, Зельда, или, например, только Super Mario Bros., моя любимая игра, то мне этого было бы достаточно для того, чтобы купить эту консоль. Вот настолько я люблю игры на Нинтендо. Что касательно док-станции и зачем у меня здесь второй джойстик, поясняю. Вот эта штука превращает нашу портативную консоль в обычную, то есть она вот так сюда вставляется, и все, теперь эта консоль. Если же мы не хотим каждый раз вот так доставать нашу Joy-Con для того, чтобы поиграть, мы можем оставить их прямо на консоли. Вот так, чпанк, чпанк вторая. И все, то есть мы пришли домой, вот, допустим, мы играли, мы хотим проиграть в телевизоре, мы ее сюда вставляем, и все. И для того, чтобы каждый раз не снимать эти джойконы, есть вот такой дополнительный аксессуар, профессиональный геймпад. Но, как вы видите, если я его вскрываю, значит, я им еще не пользовался, и посмотрим сейчас, насколько он удобный. Ну, и что я вам могу сказать? Он, наверное, все-таки будет поудобнее, чем вот такая штука. Но ей тоже можно пользоваться, то есть это покупать не обязательно. Он подается отдельно, и нужен только, если вот вы привыкли к геймпаду. Он чем-то похож на иксбоксовкий геймпад. Знаете, за что я очень люблю Nintendo? За то, что они настоящие геки, и в их консолях встречаются такие фишки, которых нет ни в одной другой консоли. Вот, казалось бы, PlayStation это тоже японская компания, но там, например, нету такого прикольного момента создания собственного персонажа. Для начала, наверное, стоит упомянуть то, что здесь экран сенсорный, и если мы хотим им пользоваться, то нам, в принципе, джойконы даже и не нужны. Их можно отключить, так даже будет интересней. Ну, а теперь непосредственно фишечка, о которой я говорил, создание собственного персонажа. В принципе, если мы хотим, мы можем выбрать уже готовую аватарку из множества персонажей других игр Nintendo, например, вот там Марио или Луиджи, или там кого угодно из других персонажей Nintendo. Или же мы можем создать собственного персонажа, который называется Мии. Ну и процесс этого создания напоминает, знаете, похоже на Sims. Можно создать мальчика или девочку. Ой, я не хотел создать девочку, но, допустим, просто на примере. И смотрите, полная кастомизация. Можно разные глаза ей придумать. Можно даже сделать их вот далеко от друга, близко. То есть вот тут прям реально вот люди заморочились, подошли к созданию персонажа. И японцы, они вообще создают там чуть ли не собственные копии вот в этих самых Мии. Ну и также, я не знаю, это фишка или просто забыли убрать кастомизацию. Можно сделать женщину с бородой. Вот с бородой и даже с усами. Как бы для мужского Мии это нормально, для девочки все-таки, наверное, нет. Вот так в моем представлении выглядит мой Мии. Он с бородой и в желтых очках, потому что я довольно часто в них хожу. И смотрите, здесь даже можно изменить выражение лица. То есть вот с открытым ртом его сделать или такой, типа, брови поднял. То есть вот прям реально такие клевые вот мини-штуки, но они интересные. Также можно, смотрите, изменить позу. И очень жалко, что здесь нет деба. Но я бы очень хотел себе дебащего Мии, но пускай он будет, допустим, 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 вот такой. Да, мне нравится. Окей. Что касательно остальных возможностей консоли, то вот так выглядит наш рабочий стол, так сказать, главный экран. И видите, что здесь очень много слотов для ваших игр, но их пока нету. Это значит, что в скором они, скорее всего, планируются. Планируется много эксклюзивных игр, и это, конечно же, очень хорошо. Также, если мы хотим запустить игру, просто на нее тыкаем. Вот, и, собственно говоря, уже можем играть. Но вот здесь уже нам нужны джойконы или джойстик, потому что сенсор в игре не работает. Поэтому я сейчас подключаю правый джойкон, и обратите внимание, на правую сторону экрана здесь сейчас будет интересная анимация. То есть я его подключаю, и видели, такая вот просто прикольная фишечка, что джойкон подключен. Нажимаем кнопку домой, возвращаемся в главное меню. Других экранов в консоли, по сути, нету. Она получается чисто игровая, то есть у нас основа это игры, которые находятся на рабочем столе, и какие-то мелкие функции, например, почитать новости, зайти в магазин, или посмотреть скриншоты из игр, которые здесь можно делать всего на одну кнопку. И для этого я уже подключаю сюда второй джойкон, потому что кнопка скриншота находится вот здесь. То есть мы просто на нее нажимаем, и у нас сделается скриншот. Видите, снимок сделан, открываем альбом, и можем посмотреть наши скриншоты. Вот, допустим, у меня скриншоты из Зельды есть. Ну, вы можете спросить меня, а что дальше делать с этими скриншотами? Ну, во-первых, вы можете показывать их непосредственно с самого устройства, там, где вы что-то в Зельде крутое сфоткали, или что-то типа такого, вот как у меня. Есть скриншот из Зельды, правда, я сделал его случайно, точно так же, как и вот этот скриншот. Но, тем не менее, можно его просто показать. Второй вариант, его можно выложить в социальную сеть Nintendo, но, опять же, для России, я думаю, это не особо актуально, все-таки это такая более японская тема. Ну, а в-третьих, я думаю, что их можно выгружать на карту памяти, потому что здесь вот прям под ножкой, для того, чтобы ставить ее горизонтально на стол, находится слот для расширения карты microSD, то есть память в консоли можно еще расширить с помощью карточки. Ну, раз уж мы заговорили о разъемах, давайте повнимательнее рассмотрим нашу консоль. Снизу у нас всего один разъем USB Type-C, который выполняет роль зарядки и подключения к док-станции. Собственно говоря, через этот же разъем у нас на телевизор выводится наша картинка. Мы сейчас обязательно эту функцию проверим. По бокам, когда мы отсоединяем джойконы, у нас нету ничего, то есть тут есть какие-то крепления для непосредственно самих джойконов, а у джойконов же сбоку есть индикатор батареи и две дополнительные клавиши. Ну, это, собственно говоря, как L1 и R1 на джойстиках от того же PlayStation. Ну, то есть для вашего понимания, если вы собираетесь использовать джойкон как геймпад, то он берется вот таким образом. У нас вот тут есть крестовина, вот тут у нас есть стик, вот эти сверху две кнопки нажимаются вот так, и еще вот курок есть и вот такая кнопка. То есть это получается вот такой небольшой джойстик, но он довольно функциональный, то есть кнопок здесь много. Мы снова легким движением подключаем его к нашей консоли и смотрим, что у нас есть сверху. А сверху у нас есть кнопка питания, переключение громкости и слот для карт с играми. То есть вот здесь у меня сейчас установлена Zelda. Тут не диски, тут не встроенная память, тут вот игра, она находится на вот таком картридже. Притом вы видите, что я достал картридж с игрой и Zelda у меня завершилась. И для того, чтобы продолжить в нее играть, нужно снова вставить сюда карточку. Ну и раз уж появилась такая возможность, вот так выглядит загрузочный экран Zelda. Я вам так скажу, если вы не будете вытаскивать карточку, то вы его больше не увидите, потому что игра всегда находится в фоновом режиме, и если вы выключаете консоль, потом ее включаете, можно сразу начинать играть без каких-то дополнительных загрузок. Это еще одна охранительная особенность Nintendo Switch, то что не нужно ничего ждать. То есть если вы играете так или подключаетесь к телеку, нету никаких зависаний, никаких поджиданий, никаких подгрузок. То есть вот, игра сейчас один раз загрузится. Сейчас мы этот момент подождем. Вот у нас игра загрузилась. Ну и вот теперь смотрите, я выхожу в главное меню. Я выключаю нашу консоль. Теперь я включаю нашу консоль снова, если я вдруг захотел поиграть. Я делаю разблокировку. Разблокировка, кстати, очень интересная, чтобы случайно не разблокировать. Нужно нажать одну и ту же кнопку три раза. Притом любую, допустим, кнопку B. Раз, два, три. Все, консоль разблокировалась. Я в игре. При том, что я могу даже не выходить в меню. То есть вот я ее выключил. Я снова ее включил. Я делаю разблокировку, нажимаю одну и ту же кнопку три раза. Все, я сразу же в игре. Вот, я могу начинать играть. Никаких зависаний, никакого включения, ничего. Ну и по факту, друзья, в этой консоли больше ничего и нету. И да, вы не ослышались. Тут нету браузера. Да, здесь нету YouTube. Да, сюда нельзя установить сторонние приложения. Но они здесь и не нужны. Это игровая консоль. Она сделана для того, чтобы играть. Если вам прям срочно так нужен браузер или вы хотите посмотреть, например, погоду или какой-нибудь ролик на YouTube, достаньте смартфон, который всегда находится у вас под рукой. Отложите консоль и смотрите ваш YouTube, сколько вам влезет. А вот эта штука, она исключительно для игр. Многие говорят, черт возьми, почему я должен отдавать такие большие деньги за консоль, на которую по факту я получаю только одну игру, Зельду. А я вам скажу так, друзья. Лично я купил эту консоль только ради Зельды. Мне, честно говоря, другие игры не особо нужны, потому что я хотел именно поиграть в новую Зельду. И да, черт возьми, она стоит своих денег. Но, тем не менее, раз уж у меня в комплекте шел Mario Kart Deluxe, то давайте в него немножко поиграем. Но только не на портативной версии, а через док-станцию. В самой док-станции нету никакой электроники. И по факту это просто пластиковая коробка, внутри которой находится разветвитель. Он вот здесь сзади выводится. И он разветвляет USB Type-C на USB Type-C для зарядки, на USB для подключения аксессуаров и также для зарядки. И HDMI для подключения к телевизору. В общем, все провода у нас есть в комплекте. Мы их вот таким простым образом сюда подсоединяем. Через специальное отверстие выводим. И по факту все. Док-станция подключена. И осталось только вставить сюда Nintendo Switch. Ну и вот представим, что я условно, допустим, играл в ту же самую Зельду. Устал играть на портативном. Пытаюсь поиграть в нее на телевизоре. Просто вставляю ее в док-станцию. Отсоединяю наши контроллеры. И все, игра запущена. Я подключаю это все дело вот в такой переходник для геймпада. И могу продолжать играть. Вот, все работает. Наверное, стоит еще сказать пару слов о самой Зельде. И почему именно ради этой игры я покупал эту консоль. Друзья, я не фанат Зельды вообще. Я никогда не играл ни в одну часть. Я знаю, что там есть вот Трифорс. Я даже знаю, как его делать на клавиатуре. All-Fashion Трифорс. Но, тем не менее, никогда в жизни я не знаю сюжетку. Я вообще не знаю, о чем эта игра. Но, когда мне просто показали ее на свече вживую, я увидел здесь такие фишки, которых мне не хватало ни в одной игре. Это чернов открытый мир. Смотрите, я могу просто на параплане куда-нибудь улететь. И, даже вам больше скажу. Что меня больше всего зацепило. Здесь можно... Сейчас. Сейчас, 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 сейчас. Что меня больше всего поразило именно в этой игре. Потому что в той же GTA, там, в том же Assassin's Creed и в куче других игр тоже есть открытый мир. Но здесь можно взбираться на абсолютно любые поверхности. И вот сейчас, на самом деле, я уже очень много часов прошел в эту игру. Но я практически не прошел кампанию. Потому что доплевал я на эти задания. Мне вот интересно просто полазить по открытому миру. Смотрите, по отвесной скале я просто беру и взбираюсь наверх. Какого черта? Открытый мир. Фишка номер два, которая меня зацепила. И которая, по факту, стала возможна лишь благодаря тому, что Nintendo использует эти технологии в своих консолях. То есть, этого нету не у PlayStation. Этого нету у Xbox. Точнее, там это есть, но это за дополнительные деньги, за дополнительные аксессуары. А здесь это встроено непосредственно в Joy-Con. Акселерометры, которые интегрированы в игру. Здесь, например, есть лук. Я вот так могу прицелиться. И, смотрите, я просто кручу джойстик. И я таким образом прицеливаюсь. Но это не самое крутое. Самое крутое, это когда ты отсоединяешь вот этот Joy-Con. И вот с его помощью ты прицеливаешься. То есть, я выбираю лук. И я такой, типа, натянул тетиву. И видите, смотрите, я поднимаю его вверх. И прицел идет вверх. И, допустим, такой прицелился. В кого-нибудь такой... И выстрелил. Это же охренительно. Или, к примеру, видите, вон те деревья. Сейчас мы до них доберемся. И знаете, что мы с ними сделаем? Мы их срубим. Потому что это чертов открытый мир. Вот просто после такого, когда мне говорят, что GTA клевая, потому что там открытый мир. Или еще какая-то игра. Я вам говорю, ребят, вы что прикалываетесь? Я только что срубил чертово дерево. Вот это настоящий открытый мир. По факту, это как в Майнкрафте, только с хорошими текстурами и с акселерометрами. В общем, я думаю, хватит про Зельду. Потому что мы же собирались поиграть с вами в Mario Kart Deluxe. И давайте покажу, как выглядит картридж. То есть, это вот такая оболочка, как от диска. Но внутри нас встречает вот такой маленький картридж. И небольшая инструкция о том, как в этой игре управлять. Картридж я вставляю прямо в консоль, которая стоит в док-станции. Собственно говоря, один берем. Вставляем второй. Ну и как вы видите, ничего не нужно было устанавливать. Просто ставили картридж и уже можно играть в Mario Kart. Хоть я ни разу в Mario Kart не играл, но я уже знаю, что в эту игру на Switch можно играть вдвоем и даже вчетвером. Каким образом, друзья, очень просто. Вот, достаем два джекона, которые есть у нас в комплекте. И это уже непосредственно два геймпада. На одном можете играть вы, а другой можете отдать другу. Японцы офигенные ребята. Они делают игры не для того, чтобы донатить и получать какие-то крутые скины. Они просто сразу открывают вам все скины. То есть вы можете изначально, вот я только же ставил картридж, я уже могу играть за всех персонажей, которые тут есть. Например, за, как он тебя звать? За Ларри. Давайте поиграем за Ларри. Я вам сейчас это все так подробно объясняю, только для того, чтобы вы поняли, за что я так сильно люблю Nintendo. Друзья, за то, что они делают игры для людей. Я только ставил картридж, это новая игра. У меня еще ничего не пройдено, но тем не менее, смотрите, у меня уже все элементы для карток открыты. В любой другой игре, да, в каком-нибудь там, например, Need for Speed, ты бы начинал с самой простой тачки, на которой нет ничего. И тебе нужно было бы очень-очень долго играть, чтобы получить какой-нибудь новый двигатель, да, там, или нитр, крутые колеса. А здесь ты играешь в аркаду. В аркаде не должно быть ничего сложного. Аркада должна быть для веселья. И поэтому все у меня сразу открыто, я делаю свой кастомный карт и погнали, друзья, нагибать на всех трассах. Все сразу открыто. Давайте вот это. Ну что, погнали, попробуем, что из себя представляет Mario Kart. Ну и пока я катаюсь, я сижу довольно близко к телевизору, давайте попробуем поговорить о качестве графики. Ну, во-первых, для Nintendo никогда не было главным качество графики. Это почти всегда были портативные консоли Wii. У них тоже было, насколько я помню, без выхода Full HD, то есть максимум 820, поддерживали 60 кадров. То же самое, друзья, я наблюдаю и здесь. Естественно, в PlayStation Pro графика в GTA V будет круче. Но здесь это не главное. Здесь главное, что это аркада, это весело, это развлечение. Но при том, я вам скажу, друзья, так. Здесь качество графики будет даже покруче, чем оно было на Wii. В то время как на самой портативной свитче, которую я могу прямо сейчас достать. Видите, игра продолжается. Я катаюсь. В самом свитче всего лишь выход 720, но этого более чем достаточно для такого маленького экрана. Ну, согласитесь, зачем делать Full HD на маленьком экране? Это бессмысленно. Собственно говоря, Mario Kart это одна из тех игр, на которую можно играть даже на вечеринке с друзьями. Точнее, я бы даже знаете, как я сказал. Mario Kart это игра, ради которой можно устраивать вечеринки. Поверьте мне, когда друзья узнают, что у меня появился Mario Kart, а я еще об этом никому не говорил, наверняка ко мне домой будет выстраиваться очередь из людей, которые захотят в это поиграть. Офигеть, здесь даже можно дрифтить. Вы прикиньте, друзья, в этой игре можно дрифтить. Почему я узнаю об этом только сейчас? Знаете, что самое интересное? Я половину гонки сижу, просто болтаю с вами, и я пришел первым. Первым, черт возьми. А теперь давайте фоном включим лучшие моменты и проведем итоги по Nintendo Switch. Определенный Nintendo Switch нельзя назвать лучшей передовой консолью, потому что все-таки PlayStation со своим 4K, VR и прочим, она, конечно же, выигрывает по наворотам. Но, тем не менее, у Nintendo Switch есть своя аудитория, к которой отношусь в том числе я, как я говорил в начале. Мне было бы достаточно всего одной игры для того, чтобы играть в Nintendo Switch. И так как здесь пока еще нету Super Mario Bros., я надеюсь, они все-таки появятся, я играю в Зельду. Я уже убил туда больше 90 часов своего времени, просто лазая по скалам и убивая различных монстров. И мне этого более чем достаточно для того, чтобы оправдать эту консоль. Она реально клевая, в том числе за счет тех фишек, которые я вам перечислил. Ну, как минимум, то, что я достаю ее из той станции, и она моментально переключается на портативный режим. Вот именно ради таких фишек стоит покупать Nintendo Switch. В общем, друзья, у меня на этом все. Я постарался сделать обзор для вас максимально простым. Я не говорил, какое здесь железо, какая видеокарта, процессор, сколько здесь оперативной памяти. Я говорил только те моменты, на которые я сам лично обратил внимание, которые меня зацепили и сподвигли к тому, чтобы купить эту консоль. Надеюсь, что обзор вам понравился. Если так, то покажите это вашими лайками. А также подпиской на мой канал, потому что я стараюсь, друзья, для вас. Я мог бы просто купить Switch и ничего вам не говорить, но я постарался все-таки вам преподнести его со своей точки зрения. Надеюсь, вы это оценили. У меня на этом все. Меня зовут Тимур, и я пойду играть в ZELTA. Счастливо! Продолжение следует... Продолжение следует...